У нас появилась возможность поговорить с известным российским политиком Леонидом Гозманом. Леонид Яковлевич, в Армении очень много говорится о Евразийском союзе, ну и в разных, так сказать, его правлениях, таможенный союз, в идее евразийской интеграции, ну, скажем так, евразийский проект. И говорится о том, что вот в Армении, скорее всего, придется как-то участвовать в этом, да, и обсуждается, вот насколько это выгодно Армении, насколько это, как бы, совместимо с целью участия в европейской интеграции, которая декларируется нашим правительством. В России насколько эта тема актуальна, насколько это обсуждается российским обществом? Не очень. Не очень актуально, честно говоря. То есть, понимаете, у нас есть такие фантомные боли людей, что вот раньше мы были империей, нас все уважали, а теперь мы непонятно обгрызг чего, при этом остаемся, как обгрызг, самая большая территория страна мира, вот еще мало тебе места, жизнь обустраивать, да, но вот эти боли фантомные действительно существуют. Вот, ну, понимаете, я думаю, что многие люди в нашей стране действительно считают, что распад Советского Союза – это трагедия, там, и так далее, что-то очень плохо. Многие люди были бы, хотели бы, чтобы Советский Союз в той или иной форме восстановился, чтобы мы снова были, чтобы снова был Союз нарушенный республик свободный, который сплотил навеки Великая Русь. Там есть главные слова, главные слова вот эти – сплотил навеки Великая Русь. То есть это не была направленная федерация, как федерация, там, штаб, например, в США, да, это была все-таки, все-таки была империя, в которой была митрополия и были, ну, своего рода колонии, ну, континентальная империя, немножко иначе, чем в других империях происходит. Вот, так вот, многие бы хотели, чтобы империя восстановилась, но, знаете, это ведь вопрос платеж способности спроса, да, вот до небес дворец хочу, но который оплатит за него. А есть чем за него оплатить или нет? Ничего, да. Значит, ты не хочешь, значит, у тебя нет как покупателя этого дворца, это не место, да. А если хочу империю, то тут не деньги нужны, тут нужно совершенно другое. Тут нужна готовность жертвовать ради этой империи. Вот в Британской империи, у британской знати, для русской степи, что была замечательная традиция. Второй сын, первый сын оставался дома, вести, ну, там, управлять семейным поместьем, семейной землей, семейным бизнесом, чем-то, да. А второй сын отправлялся в колонии, служить империи, служить в Британской хороне, в Египте, в Индии, в Австралии, там, вообще, куда это только не заносило, где солнце не заходило, да. И второй сын шел туда, и это был долг, на самом деле, да. Вот ничего подобного у нас сегодня нет, понимаете? Вот вы остановитесь, человек, в Москве, там, в Новосибирске, где-то на улице, поговорите, ну, ты хочешь писать, скажешь, хочу, конечно, хочу, да. А строго не дашь за это? Не, не дам. Пускай, само не восстановится, понимаете? А само не восстановится. Конечно, у многих моих соотечеств есть некая обида на бывшие вот подведовственные народы и страны, да, что мы же, понимаете, мы же очень хорошие, да. У нас такая Россия никогда ничего плохого не совершалась. Посмотрите наши учебники истории. Американцы, как и индийцы, выстребрали. Мы же, вот, как сказал кто-то, что Россия – это маленькая страна, московское княжство, которое путем справедливых оборонительных войн разросло до шестой части суши. Знаете, мы вот так вот разрослись по планете, да, но при этом мы никогда никого не обижали. То есть мы никого не убивали, мы не разрушались уже культурой. К нам все присоединялись к доброволю, совершенно доброволю. Все, все, все входили в состав подруга русского снаряда, доброволю. А русский царь, он заботился о том, чтобы культура развивалась везде и так далее, да. Поэтому, конечно, многие у нас обижали на бывшие народы подмандатные, да, за их неблагодарность. Мы их спасали, мы их учили грамоте, мы там еще что-то такое делали, что учили, чего-то они не делали, да. А они, сволочи, неблагодарные, как только возникла возможность, проголосовали за неправительностью, учили все, понимаете. Поэтому, конечно, нам бы хотелось многим, у нас хотелось бы, чтобы они поняли свою ошибку, покаялись и вернулись снова к нам. Вот, ну, понимаете, что я вот вид, да, вот. Но платить за это, деньгами, а тем более жизнью, кровью, мы не хотим. Ну, а почему тогда вот эта тема остается, как бы, хотя бы политические элиты России периодически, как бы, тем же избегают и говорится... Ну, смотрите, 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 а тут же совершенно другая вещь, да. Видите, Владимир Владимирович Путин, когда говорит об этой интеграции и так далее, он же не говорит своему народу, ребята, вам придется за это заплатить. Мы введем новый налог, например, да, там, поднимем налог 10%, и эти деньги пойдут, там, не знаю, на покоение вот этих неразумных дикарей, да, которые, там, узбеков и прочих армян, да, которые вот не понимают своего счастья, да. Вот. Он же это не говорит. Он же... Он говорит, что они придут сами. Понимаете, он как раз очень хорошую противно дает. Он не рассказывает, чем за это придется платить. Ну, тогда да, а почему бы и нет. Мы опять будем большие, опять нас будут все уважать, и все будет хорошо. Ну, надо понимать, что элита наша есть, у экономической и финансовой уровня, есть, конечно, свой интерес вполне серьезный. Потому что, вот, если мы обратно интегрируемся, то они сюда придут, а велика нас сюда не пустят, потому что велика всяких не пустят, а велика будет сам, ну, устроит, 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 устроит. Вот, все, здорово. Это, 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 это само по себе классно, да. У них есть интерес, у простого человека вообще никому интереса нет. По-простому человеку, мы запишем хлопшем на уши и говорят, что в Роспатсовском Союзе был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, ну, а сейчас мы вот так потихонечку, потихонечку... Но при этом одновременно Москва не резиновая, понаехали тут и так далее. То есть, как вот, геополитическая катастрофа с этим... Смотрите, легко, легко, легко. Понимаете, ведь в чем претензия к понаехавшим? А претензия в том, что они не уважают наши обычаи. Вот, ведь понять, что парень из Дагестана или армянин с российским паспортом имеет те же права в Москве, что русский человек, все это же не понимают. И ведь раздражает именно вот это неприятие наших обычаев. А почему они собираются в мечетях там и молятся? Вот у нас проблема сейчас такая очень сильная, да? У нас очень интересно. У нас порядка миллиона практикующих мусульман живет в Москве сегодня. Порядка миллиона, да? И у нас, по-моему, лично все в мечети, да? По-моему, всего три, если не день. Вот. А значит, на Рамадан, на другие праздники молиться за тем, что это не надо. Поэтому огромные толпы людей собираются на площади. Людям это не нравится. Им говорят, кому не нравится. Когда здесь ребята, так давайте, давайте разрешим им построить мечети. Ну, они же здесь живут. Они же здесь живут. Они верят в Бога, в своего. Дайте им молиться, слава Богу, вообще. Какие проблемы-то, да? Нет, мечети строить нельзя. Мечети тоже строить нельзя, да? И молиться нельзя. И это нельзя. И это нельзя. Ну, что же люди-то в угол загоняются, понимаете? Все, что угодно будет. Я много раз слышал раздражение от того, что они вот громко на своем языке говорят. А на русском языке говорят. А почему они что? Не имеют права говорить. На своих языках имеют право, да? Это не только наша проблема. Мне рассказывал парень из Марсиналки, каталонец, что он в Мадриде, в Мадриде, с приятелем каталонца тоже встретился. И говорили на каталонцах. Потому что он уже сказал, слушай, ты в Мадриде, ты в Испании, по-испански говори. Ну, возражают от людей. Понимаете, люди несовершенны. И люди вообще друг друга не любят. Они не обязаны друг друга любить, на самом деле, да? И черных, и белых, и белых, и черных. Все они не обязательно любят в Америке, да? Задача государства сделать так, чтобы эта нелюбовь оставалась твоим частным делом. Вот ты не любишь и не люби. Не любишь евреев. Ну, и вот в своем другом у тебя на кухне называют жандармем, как хочешь. Пожалуйста, твоё дело, да? Армян называй хачеками. Пожалуйста, публично не имеешь права. Публично не имеешь права. Тебе не нравится, что здесь живет много армян. Пожалуйста, твоё дело. Ты свободен, что тебе не нравится, не нравится. Но ты не имеешь права ничего делать в отношении к ним. Вот ты против них ничего делал. Как только начали это делать, пришла полиция и тебя наказала. Вот это нормальная жизнь. Понимаете? Это нормальная жизнь. И между прочим, если государство выполняет эту функцию, то через два поколения выбирают черного президента. Понимаете? А какое было сопротивление на ЮС и на Штатах? Какое сопротивление? Ведь скамеги только для белых, а только для черных были же совсем недавно. Два поколения назад. Это же вообще-то мыси ничто. Кто мог поверить? В 60-е годы, когда убили Марсина Митара Кимова, что через 50 лет будет черный президент. Понятно, что делает власть, понятно, чего хотят националисты. А условно говоря, правая или либеральная оппозиция, как бы болотная или, не знаю, хипстеры, которые ходят на эту болотную и лидеры этого движения. У них есть какая-то позиция по этому вопросу, скажем так, евразийской интеграции? Понимаете, у нас нет единой оппозиции. Она очень тоже разделена. Схохотом и так далее. Часть оппозиции, кстати, думала, что заинутые социалисты очень активно. Это ходит на русский марш. Это вообще такие фашистские продукты, на самом деле. Кто-то там еще что-то сейчас носится с абсолютно непродуманной, экономически неоправданной идеей визуал режима для стран Средней Азии. Ну и так далее. Но я могу сказать, что мы за себя, за своих там еще. Мы за ту интеграцию, в которой и вы, и мы, и Украина, и другие постсоветские страны станут частью этой великой затопной цивилизации, ну или христианской, можно сказать, как хотим все назвать. Хотя, на самом деле, там уже входят и страны с другими конфессиями. То есть здесь важна не религия, а культура. Культуру христианства задавал определенные такие ценности человеческой жизни, уважения к человеку, свободы человеческой. Да, потому что нет ни Элены, ни Иудеи, в глазах от самого небесного, и так далее. Поэтому христианские, и вообще это есть. Понимаете, 20-й век поставил очень жестокий эксперимент. Было много стран, которые вышли в разные путешествия. Разная политическая система, разная экономическая система, еще что-то, еще что-то, все какие-то свои пути у разных разных стран. Оказалось, что все эти пути привели в пропасть. Все, кроме одного. Вот есть одна модель, которая обеспечивает относительное благополучие. Район из-за нее нет, ни в коем случае. Но относительное благополучие. Это модель, в которой есть частная собственность, свобода предпринимательства, гражданские свободы, политические свободы демократии, обоцеления властей, независимых слух, независимых прессов и так далее, и так далее. Это модель, которая при всех национальных особенностях более-менее одинаково реализуются в Америке, в Японии, в Индии и в Германии. Вот, понимаете, очень разные страны, да? А реализуется примерно одно и то же. Если вы возьмете страны, в которых это есть, то среди них есть бедные и неблагополучные страны. Надо признать, да? Но если вы возьмете страны, в которых этого нет, ни в одной из них нет благополучия. То есть вот этот набор политических, экономических свобод, демократии, европейского университета, он является необходимым условием нормальной жизни. Продолжительность жизни, нормального питания, нормального образования, самореализации и так далее. Вот это необходимое условие, да? Но дальше спрашивается в вопросе, если этот эксперимент уже был поставлен, если он уже привел к результату, да? Если модель более-менее эффективна в очень разных странах, то надо ли снова изобретать его цепет? Надо ли снова наступать на те же самые грабли? Надо ли искать особые причины? На самом деле, весь 20-й век прошел в войнах, которые финансировали американцы и нам. Понимаете? Потому что приходил, мы находимся очередной борец за свободу, приходил, значит, к нам, и он уже будет биться с американцами, ну, добрый за свободу. Да? Дальше он бежал в Вашингтон, и говорит, что теперь он будет биться с русскими, ну, тоже добрый за свободу. Вот. Вот так воспитали Бен Ладен, так воспитали Калибов, так воспитали вообще всю эту нечисть. Понимаете? Вот. Так что, опять делать то же самое? Опять делать то же самое? Поэтому на военно-политический и стратегический союз нормальных странам абсолютно необходим. Они же причины, почему нам и вам не быть членами этого союза. Надо понимать, что нас там тоже не ждут. Но, понимаете, у нас, не у нас, не у вас, мы говорим на поле идиотов, да? И как у нас есть идиоты, которые безумную политику проводят, так в Америке тоже есть такие идиоты. Понимаете, многое, которые должны быть как бы союз нормальных людей против другов, тогда, может быть, что-нибудь получится. Но то, что Армения должна быть нормальной европейской страной, я не вижу, почему я не быть с той высочайшей культурой, с этой фантастической историей, которая есть у вас, понимаете, у вас в Европе еще в шкурах отделяло, особенно в цветовье город. Ну, чаш. Продолжение следует...